Здравствуйте, меня зовут Самойлинка Наталья. Сегодня я расскажу про мой любимый сорт облепихий Хайкл. Почему любимый? Наверное, потому что Хайкл великолепно подходит для стриженных изгородей, или в том случае, если у вас по дизайну запроектированы правильные геометрические формы. Ну сколько можно высаживать ту глобозу или смарад? Или, возможно, в условиях Подмосковья или северо-запада вам захотелось средиземноморского пейзажа? Хайкл великолепно имитирует оливковое дерево. В контейнерном озеленении, который с каждым годом становится все востребований, Хайкл будет смотреться как нельзя к месту. Авторство этого сорта принадлежит датскому селекционеру Бранднеру. Впервые он был представлен широкой публике в 1965 году. Помимо названия Хайкл, его еще можно встретить под названием Сильверстар, то есть серебряная звезда. На мой взгляд, второе название ему подходит гораздо больше. Этот сорт смело можно отнести к карликам, ведь в отличие от своих сородичей, которые достигают 4-6 метров, Хайкл не выше полутора. Ежегодно его прирост от 5 до 25 сантиметров. Напомню, что облепиха это двухдомное растение, то есть существуют как женские, так и мужские экземпляры. В свое время я постоянно путала названия – однодомное, двухдомное. Ну, никак это не укладывалось у меня в голове. Тогда мой преподаватель сказал – Наташенька, все очень просто. Если муж с женой живут в одном доме, значит, они однодомные. Ну, а если в разных домах, то двухдомные. Его слова я запомнила навсегда и больше никогда не путалась. Так вот, на серебряной звезде вы никогда не увидите ягод, так как это мужское растение. Но, несмотря на маленький рост, он является неплохим опылителем. Некоторые садоводы отмечают, что Хайкл поражает своей выносливостью и устойчивостью, которая, по их мнению, превосходит любую другую облепиху. Наверное, они правы. Как мы с вами знаем, мужские экземпляры облепихи намного нежнее и гораздо чаще болеют и погибают. А за крепышом Хайклом такого замечено не было. Что еще можно рассказать об этом растении? Агротехника ровно такая же, как и с обычной облепихой. Воздухопроницаемый грунт, полное освещение и, если в вашем регионе проблемы с водой, то обязательно дополнительный полив. Ну, и еще один момент, который я забыла осветить в предыдущем ролике. Облепиха очень чувствительна к сорнякам. У нее поверхностная корневая система и в конкурентной борьбе за воду и питание она, скорее всего, проиграет. Поэтому хотя бы первые несколько лет следите, чтобы приствольный круг был чистый. Хотя, если честно, это касается не только облепихи, но и всех свежепосаженных растений. Ну и точно так же, как и любого представителя облепихи крошиновидной, Хайкл рекомендуется немного заглубить при посадке. Наверное, теперь на этом все. Я еще предлагаю посмотреть на облепиха другими глазами. Это поистине удивительное растение. Считается, что этот вид появился на нашей планете еще в ледниковый период. И пусть Хайкл это совсем новый декоративный сорт, но если к нему приглядеться, то можно почувствовать, как он горд тем, что принадлежит к этому древнему роду. Ну а теперь на этом все. Оставайтесь с нами и вы узнаете еще много интересного из мира растений. Всего хорошего, до скорых встреч!